Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй. Добро пожаловать на Зеленую Долину! Что ж, друзья, у нас тут происходит на нашей этой карте, в нашей карьере. 16-е поле, соответственно, у нас в прошлый раз была уборка. Сейчас у нас вон Зилок ездит, это все дело удобряет и, соответственно, МТЗ-ка сзади культивирует. Также мы отсюда собрали канолу и эту самую канолу сейчас ездит КАМАЗ, отвозит на мельниц топлива. Эта канола у нас будет перерабатываться в топляк, потому что топлива у нас нету, мы его постоянно покупаем. Хотя оно нам не сильно будет нужно в следующий раз. Вот этот парниша, в общем-то, ездит, это все дело не продает, а отвозит на переработку, в общем-то. В 22-м поле у нас идет уборка. Здесь тоже у нас выросла канола и все это тоже пойдет на топливо. Соответственно, вот этот вот МТЗ-шка, вот этот МТЗ-шка, да, будет это все дело отвозить на базу, оттуда КАМАЗ уже будет возить на переработку. Я не знаю почему, может быть проще, конечно, было бы отсюда возить сразу на переработку. С другой стороны, там влазит всего 50 кубов, хрен его знает, сколько будет с этого поля. С 16-го получилось 34 кубока нолы. Возможно, здесь будет чуть-чуть больше и с этого поля бы все не влезло. Короче, пускай ездит на базу и я так подумал, что это самый оптимальный вариант. И на седьмом поле у нас тоже созрела канола. Если в этой серии успеем, уберем в этой серии. Если не успеем, то, соответственно, не в этой серии. В следующей уже замутим уборку этого всего дела. Это, соответственно, тоже у нас пойдет на топляк. Надо им затариться так, чтобы про него забыть. По сути дела, оно нам надо будет только на угольной шахте отныне. И, возможно, мы ее даже не будем запускать в ближайшее время. Но, чтобы технику заправлять, надо, чтобы топляк был. Пускай его будет с запасом, не знаю. Я так подумал, по-моему, вполне нормальное решение. Далее, друзья, немножко по производствам пробежимся. Гравий нас интересует в одной из первых очередей. Здесь смена у нас отработала. И еще 263 литра топлива осталось. Я прям тютелька в тютельку рассчитал. Не то, что 9 кубов на песчаном карьере. Соответственно, вот этот весь гравий мы отвезем на стройку плотины. Туда сколько? 130, 140, 150 кубов, по-моему, надо было. Точно не помню. Остальное продадим нахрен. На пивзаводе, соответственно, у нас тоже смена отработала. Соответственно, продадим, опять-таки, квас и пиво. Все как в прошлый раз. Тут у нас поддоны собираются. Давайте, наверное, мы их в сторону отодвинем. Вот эти полные, чтобы оно потом не мешало. В общем-то, тоже можно будет это все дело куда-нибудь потом продать. Не знаю куда, но куда-нибудь продадим. Вот так вот, хоп. На сахарный завод я тоже запустил смену рабочих. Они тоже прекрасно отработали. Теперь у нас тут уже сахара, в принципе, прилично. И надо его будет куда-то девать, мне кажется. Потому что больше он здесь храниться не сможет. Свеклу мы сюда, по-моему, все отвезли, что у нас была. Да, вот как я говорил, она здесь анимируется. И опять у нас тут появилось немного сахарной пудры. В прошлый раз мы продали сахарную пудру, потому что очень нужны были деньги. Сейчас надобности такой нету, поэтому мы ее продавать пока не будем. Сахар надо будет куда-то отвезти. И может быть, кстати, на вокзале есть склад, которым мы можем пользоваться. Можно сахар будет отвезти туда. Об этом я чуть позже подумаю. Сегодня у нас главное не это. А также, друзья, мы в прошлый раз запустили производство масла. Маслобойню. Маслобойня же называется, да? Маслобойня. Тут у нас, соответственно, появилось немного жмыха, немного подсолнечного масла. Фасованного и нефасованного. Осталось немножко... Кстати, палетов много как-то ушло. Я вам скажу. Мы сюда сколько? Один. Мы сюда два их привезли. И осталось мало. Подсолнечника требуется не очень много. Мы 48 кубов сюда привезли. Соответственно, 12 потрачено на одну смену. Ну, друзья, производство сегодня нас не очень интересует. Нас, друзья, интересует очень плотина. Смотрите, мы сюда завезли еще давным-давно в первом сезоне инструменты. Не так давно завезли сюда, забили уже полностью песок. Осталось 120. 120 кубов гравия нам осталось. И это неплохо. Он у нас есть. Соответственно, мы сюда его привезем. Цемент, короткие доски и длинные доски. Кстати, сколько всего этого надо? Длинных досок надо дохренища. Поскольку они по 4 куба, по 6. Точно не помню. Соответственно, коротких досок надо много. И цемента 63 куба. Цемент надо купить. И все это сделало, у нас есть возможность купить и привезти еще сюда потом 10 рабочих. Соответственно, можно это все наконец-таки запускать. Я не знаю, хватит ли нам денег. У нас продавалось пиво. У нас продавался силос весь прошлый день. У нас продавался песок, видимо, продался полностью. И насобиралось у нас 197 кубов. Точнее, тысяч местных денег. Каких кубов, что у меня крыша едет. Я не знаю, хватит ли этих денег на цемент, короткие доски и длинные доски. Но, если что, у нас есть пиво, которое мы будем продавать. В поддонах у нас есть сахар, сахарная пудра, которая тоже, в случае чего, можно продать без проблем. Пока что они нигде не используются. У нас есть подсолнечное масло фасованное и жмых, которое тоже можно, если не будет хватать денег, продать. Так что, особых проблем я не вижу. И я думаю, что мы, наконец-таки, это все дело сегодня запустим. С заводами сегодня играться не будем. Уже перенесемся на стрим, в общем-то. Посмотрим, кого обеспечивать. Потому что с рабочими, кстати, тоже сейчас проблема, их нехватка. Ввиду того, что мы 10 работников сюда запихаем. Со всех предприятий у нас 16 штук сейчас уставших. То есть, у нас свежих 4 работника на данный момент останется. В общем-то, я не знаю, что мы будем с этим делать. Это я буду думать потом. Сейчас это неинтересно. Сейчас главное запустить сраную стройку. Так что, в общем-то, погнали. Для того, чтобы перевести гравий на стройку, нам понадобится вот эта МТЗ-шка со фрезой. Со фрезой, да. И, соответственно, масс, с помощью которого мы это делали на карьере песка. Мы это все дело сейчас загрузим. Давайте его подгоним поближе, наверное. Я не знаю, тут 365 литров песка. Но мне кажется, они исчезнут. Мне впадло их будет куда-то везти. Теоретически, они должны исчезнуть из прицепа. И это все должно забиться гравием. Теоретически, не знаю, как это будет работать. В общем-то, мы попробуем. Запускаем фрезу. Прицеп она словила. Это у нас во фрезе осталось. Да, пошел у нас заполняться гравий. И, значит, все работает. Замечательно. Я люблю, когда все работает. Мне это всегда радует. Заполняем прицепчик. Давай, 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 дружище. Это и есть почти. Довольно быстро фреза это, кстати, делает. Галушим теперь. И садимся в МАЗа. 48 кубов. Три прицепа надо отвезти туда. На стройку. Погнали, первый. Соответственно, везем. Да, кстати, не сказал я. Ездит у нас также ЗИЛ, который продает дегистат. Это, в принципе, стандартная задача. Он постоянно там ездит. Мне кажется, всегда, когда идет стрим, когда идет серия, он всегда там ездит. Ну, ничего страшного. Пускай катается. Наша задача сейчас высыпать гравий. Так, 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 так. Да, надо разворачиваться задним ходом. Здесь надо это все делать. Да, ему капец. Как тяжело задом туда заехать-то. А еще он управляется так себе, я вам скажу. И он даже не тормозит с горки. Загруженный. Такс, есть. Выгружаемся. Да, прицеп этот у нас, кстати, арендован. Поэтому мы сразу его потом сдадим. Когда с гравием закончим все. Он, в принципе, так-то и не нужен. Что я за эти полтора сезона, которые у нас прошли, не заметил, чтобы мы что-то возили в больших объемах, кроме песка и гравия сюда. Но здесь их надо действительно очень много. Здесь так-то мы и уралом бы справились. Не так много здесь надо. Не так далеко ездить. Это с песочного карьера далеко. В падлу было бы. А так норм. Так, подъезжаем обратно сюда. Глушимся. И погнали дальше его засыпать. Словил прицепчик. Заводимся, включаем и погнали дальше. Так, заочередной прицеп есть. Это хорошо. Теперь повторяем ту же самую процедуру и отвозим его, высыпаем на строительство плотины. Так, второй прицеп у нас тоже можно считать высыпан. И сколько нам осталось? Осталось около 25 кубов. Замечательно. Но я вряд ли смогу отследить именно 25 кубов в той куче, пока он в прицеп насыпается. Я нигде не вижу, сколько засыпано. Поэтому есть вероятность того, что мы опять засыпем 48. Хотя, можно попытаться. Почему бы и нет? Половинку. 24, я что-то неправильно посчитал, да? 24 нам надо. Ну, примерно 25. Полприцепа, по сути дела. Нафиг ты тут отсчитаешь полприцепа, потому что это не выглядит как полприцепа. Ну-ка. О, смотрите, как видно. Во, нормалды. Можно вести. 32 куба. Ну, просто я понимаю, что все равно потом приедем, будем заполнять. Просто ему легче будет с 30 кубами подняться в эту гору задом, чем с 48. Не знаю, это вот мне так захотелось. Так, стой. Давай. Погнали. Что я совсем криво пошел. Такое иногда бывает. Я криворукий. Все нормально. Так и должно быть. Ну, давай, давай, давай. У тебя получится. Ты сможешь. Только я опять криво пошел. Ребята, у меня обычно нет прицеп с маневрированным задним ходом. Но вот конкретно этот прицеп, он как-то вот так себе управляется. Или тамас виноват. Или прицеп. Ну, вот с ними какая-то вот беда. Выгружаем. Сколько влезет, разумеется. Так, все. Гравий есть. Если там осталось меньше 40 кубов, то, соответственно, влезет нам в кузов все, что там осталось. Там должно быть меньше 40. Теоретически. Пошло работать. МТЗ-ка сама работает. Там включенная стоит. А у нас тут пока что нифига не показывается, сколько там осталось. Ну, ладно, засыпаем все, что можем засыпать. Один кузов хотя бы. И поедем это все дело продадим на рынке. Там, где у нас песок продавался. Судя по всему, денег это приносит нормально. Слушай, мы за день почти 200 тысяч подняли. Ну, уже давай, высыпи все, пожалуйста. Влезь все. Будет очень неприятно, если грамм останется. Он, возможно, кстати, и останется. Да, те же самые 346, скорее всего, литриков останутся у нас. Которые на песочном были в заводе. Потому что оно в одинаковой пропорции это все производит. И мы одинаковое количество, ровно 250 кубов, привезли. Ну, давай, подберись последнее. Ну, что ты не хочешь? Можно, в принципе, прицеп немножко пододвинуть. Но толку от этого, наверное, быть не должно. Я хочу, чтобы он подобрал вот эту последнюю граммуленку. Пускай она хотя бы во фрезе лежит. Нет, не хочешь? Ну, что-то как-то по минимуму подбирает. Я не знаю, как это работает. Где вот этот триггер подбора? Или как бы и хрен с ним, пускай лежит здесь. Наверное, все-таки и хрен с ним, пускай лежит здесь. Тогда мы выключаем это все дело. Трактора пока что оставим здесь. Разумеется, потом мы его отсюда уберем. А наша задача сейчас взять вот этого маза и отвезти гравий на продажу. Поехали. А вот и здрасте, приехали. А песок, кстати, продался не весь. А денег нам я смотрел время, когда мотал ночью. Особо-то и не капало. Видимо, песок не очень дорого. Еще 15 кубов здесь осталось. Может, песок не очень дорогой, конечно. Ну и ладно, ничего страшного. Все равно девать его некуда больше. Пускай продается хоть за сколько. Это, по сути дела, туда рабочего отвезли и все. Ну и топливо, правда, еще покупали. Так, сдавай, выгружайся. Топливо мы покупали примерно по 1000 за литр. Я думаю, песок подороже будет. Хотя, фиг его знает. Ладно, не суть важная. Я не буду сильно заморачиваться. Кстати, вот тут черное, наверное, уголь здесь можно продать. Черное пятно какое-то, да? Уголь. Уголь, если что, можно сюда продать. Это я к тому, что я пока действительно не знаю, куда его девать. Я до сих пор не смотрел производственные цепочки, которые поописывал себе. Ладно, невелика беда на самом деле. Что у нас тут на базе происходит? А, приехал разгружать канолку. А ну-ка погнали, глянем, что там да как. Во, смотрите, приехал выгружать канолку. У нас закончилась канола для КамАЗа. Потом он стоял, ждал там. И только сейчас он оттуда вон стартанул. Вот так вот это работает. Ну и ладно, пускай работает. А мы поехали, поехали дальше запускать стройку. А прикиньте, друзья, какая подстава. А магазин-то не работает. Наверное, он с 7 работает. И мы туда не можем попасть. Это вообще, ладно, мы сюда попали. Я думаю, пока мы сейчас тут будем все закупать, ворота откроются. Соответственно, друзья, нам нужны длинные доски. Начнем с этого. 12 тысяч литров, это две штуки. А нам надо было 36. Соответственно, надо еще 4. Соответственно, покупаем 18 тысяч. Какой кошмар. Мы сейчас все деньги потратим на стройматериалы. И вот эти длинные доски, которые у нас уже есть, мы создаем 2 поддона. Выгружаем отсюда. И у нас как раз сразу же вторые появились. Можем, значит, заказать еще. Покупаем. И вот это вот у нас некуда выгружать. Я понял. Отодвигаем, значит, пока что. Они по 6 тысяч литров оказываются за поддон. Ну и замечательно. Это отодвигаем. И, соответственно, выгружаем то, что у нас есть. И ждем, пока появится еще. Но уже давайте, быстрее. Хотя, что толку быстрее, если мы еще ждем в 7 утра, когда ворота откроются. Кстати, это тоже можно пока что отодвинуть. Раз ждем. Оно там мешает. Вот так вот. Во, появилось. Соответственно, это мы тоже создать 2 поддона. Жмем. Кстати, давайте посмотрим. Так, цемент надо 63 куба. И у нас, видимо, поддоны по 3 тысячи литров. По полторы тысячи литров. Твою мать, их надо очень до хрена. Но они, слава богу, не такие дорогие, как доски. Вот я сейчас здесь запарюсь это все дело таскать, создавать. Давайте купим пока, пусть перерабатывается. Чего уж там. И короткие доски, кстати, тоже надо взять. Короткие доски. 12 тысяч литров. Надо всего 30 было. Какое-то неправильное количество. Они же тоже по 6. 30. А, 5 поддонов надо все. Все, я понял. Ладно, покупаем. Тоже 17 тысяч это все стоит. Капец, как дорого. Ну что, 7 утра есть? Да, есть, ворота открылись. Денег нам что-то как-то... А, денег нам прибавилось. Причем много. Что-то коля 20 тысяч. Ладно, погнали, короче, грузить доски. Длинные. Нам сейчас они интересуют. Я так понимаю, что проще всего, конечно, это сделать с помощью автопогрузки будет. Давайте уже не будем сильно упарываться. Их тут по 3 поддона должно влазить. Включаем, пробуем проехаться. Узел к опять топляк закончился. А, с автопогрузкой это дело не работает. Эти поддоны какие-то другие. Или в газоне у нас еще... Ой, зачем я двигатель заглушил? Или в газоне, друзья, у нас кроме поддонов есть еще, не знаю, поддоны с досками, например. Миссионные поддоны, автозагрузка доски. Во, видите, есть доски. Давайте попробуем. Может быть это будет... Это у нас не как палета, а как доски идет. Не, не, не хотят. Я же включил, там же все должно было работать. Автозагрузка включена. Автозагрузка доски. Я же умею читать? Или это короткие доски имеются в виду? Ладно, давайте, может быть, тут есть длинные яичные ящики, хлопковые тюки, большие поддоны. А может быть это большие поддоны? Давайте попробуем это здесь еще и как большие поддоны. Нет, это тоже не работает. Ладно, значит будем грузить вручную. Борта, кстати, можно открыть на этом? Закрыть крышу, это понятно. О, мы откроем сейчас борта. Все, я понял. Сейчас все сделаем по красоте. Задний тоже можно. Отлично. Тут все настраивается, какая крутота. Ладно, выезжаем тогда отсюда. Выравниваем это все дело. Будем, значит, грузить это все дело вручную. Давайте это вот так вот поставим. Соответственно, открываем борта. Может нам даже имеет смысл с открытыми бортами вот так вот ехать. И они тогда все влезут точно. Сейчас проверим. Это может быть неудобно, конечно. Так, вставай, первый кладем вот так вот. Как-то так себе я положил его. Не спорю. Из меня ложильщик еще тот. Ложильщик или кладун. Как правильно? Человек, который постоянно кладет. Ну, вроде, относительно ровно я его положил. С остальными должно быть полегче. Хотя, как посмотреть. Так, вставай, второй. Фиг мы их три штуки положим сюда. Если вот так вот. Но более-менее аккуратно. Может, кстати, и залезет туда еще один. Во. Вроде почти ровно. Давайте попробуем сейчас впихнуть туда еще и третий. Если впихнется, будет хорошо. Если не впихнется, пофиг, положим наверх. Тоже не велика проблема. Но хотелось бы его именно вот сюда вот сунуть. Типа ровненько, типа по фэншую. О, слушайте, он сюда залазит. Тоже шикарно. Во. Не, криво положил. Криво что-то я затупил сейчас по жести. Вот так вот. Норм. Ну, типа норм. Давайте теперь это все дело обвяжем ремнями. Хоп. И оно, типа, не будет падать. Можно посмотреть еще, насколько у нас борта смогут подняться. Но мне кажется, они не смогут. Что-то я чувствую в этом какой-то обман. Ну и ладно. Давайте теперь то же самое провернем с задним кузовом. Так что, боже мой, что происходит с этими ремнями? Да ешкин ты кот. Берись. Он не хочет бороться. Прикиньте, какой противный. Этого газона, кстати, может еще и сил не хватит на то, чтобы это все отвести. Такая перспектива тоже, кстати, есть. Ну что, вот так вот ровно? Ну, относительно ровно. Бывало и хуже. Так, давай второй. Проворачиваем. То же самое. Понимаю, как это... Ой-ой-ой. Не совсем кривой. Да, тетрис это не мое явно. Так, последний поддон. Надо было его подальше брать. Что-то я затупил. Тихо-тихо, стой. Не дергайся. Во. Ты его аж колбасить, я смотрю. Да, кстати, видимо, борта здесь без коллизии. Можно было их не открывать. Наверное. Не знаю. Но он так просел знатно от этого всего дерьма. Так, привязываем это все дело тоже ремнями. И он не может с места тронуться. Ему вообще капец, как тяжело. Он аж утонул. Что, неужели просто не может ехать? А если вот это вот отцепить? Ну, сам он еле-еле-еле, но едет. Беда. Я-то думал, за один присел сейчас, как мы бахнем все. За один раз. А нет, вряд ли. Или отвезем за раз. Ну же, едь, пожалуйста. Не, он даже буксует. Доски так-то тяжелые. Их тут реально до хрена. Вот назад он, кстати, как-то с трудом, но едет. А вот вперед не хочет. Что странно. Может быть там что-то мешало. Жаль. Ладно. Поехали, значит так. Его еще не опрокинули бы по дороге. Тоже велика вероятность это сделать. И аллилуйя, мы наконец-то приехали. Тащился он сюда со скоростью 15 км в час от силы. Это просто, да. Просто боль для этого газика. Я не знаю, как мы все остальное будем возить. Если там автопогрузка не сработает, то это у меня займется целую ночь. Ну ладно. В общем-то, мы довезли, и это уже хорошо. Отцепляем ремни. Давайте это все дело выгрузим на стройку, дабы были стройматериалы. Пошло. Отлично. Йоу, как тебя перевесило-то. Так, выгружаем второй поддон. И сразу же третий. Во. Что ты мне скажешь? Да. Половину привезли. Посчитал я таки правильно. Давайте я еще на всякий случай проверю, что по коротким доскам. Да. Коротких досок 30 тысяч литров, цемента 63. Это я все оказался прав. Так, закрываем борта, потому что выглядит это очень убого. И едем за второй партией досок. Знаете, друзья, что я подумал? Наверное, давайте мы затаримся, и потом за кадром я это все дело отвезу, потому что миллион времени уйдет на все это дело. Итак, короткие доски. Значит, создаем два поддона и заказываем по максимуму еще два. А вот эти, соответственно, отодвигаем и заодно проверим, будет ли это работать у нас все с автопогрузкой. Потому что хотелось бы, чтобы сработало. У нас этот газон не в состоянии физически это все дело возить. И цемент. Так, цемент. Что у нас по цементу? Цемент. Да, два поддона. Твою мать, а? 3000 литров это два поддона. Нам их нужно 42 штуки таких. 42, Карл. Нам нужно какое-то транспортное средство, которое возит поддоны в больших количествах. Потому что по три штуки я возить не очень горю желанием. Даже по шесть. Так, что у нас тут с досками? Доски сделались. Это хорошо. Соответственно, добавляем еще 6000 литров. Покупаем. Я сказал, покупаем. Вот это вот мы выгружаем полностью. Так, в общем-то, пять поддонов с досками у нас куплено. С короткими досками. Надо еще глянуть, конечно. Может быть, они тоже будут. Давайте глянем, пока время есть. Потому что, если это сработает, то будет все хорошо. Большие поддоны у нас такая штука была, как доски. Давайте попробуем именно доски. И нет, это не работает. Это, увы, не работает. Эн, твою мать. А большие поддоны? Большие поддоны у нас тоже сюда не грузятся. Обидно, знаете ли? Прям совсем обидно. У нас, друзья, есть вот такой вот прицеп для поддонов. Но он вроде как... А, 22 тюка вместимость. Может быть, он с автопогрузкой поддонов? Просто для цемента это прям вообще необходимо было бы. Эх, что-то в этой жизни пошло у меня не так. Куда-то я свернул не туда. Такс, ладно. Давайте выгрузим последние доски. Короткие доски. Создать один поддон. Есть. Пять штук готово. Теперь вот таким вот образом надо миллион лет будет создавать поддоны на цемент. Как я говорил, по моим подсчетам нужно 42 штуки. Две мы сделали, надо еще 40. Это будет тот еще геморрой, я вам скажу. Давайте сначала отвезем доски, ладно. Попробуем потянет ли вот это вот, чтобы не грузить 500 раз. Сможет ли он утянуть вот этот прицепчик? О, утянул. Отлично. В общем-то встречаемся тогда на плотине уже. А вот, друзья, небольшая приколюха. Короткие доски подцепились, как обычные поддоны. И, в общем-то, случайно я один поддон с цементом сюда забрал. Случайно. Давайте тогда, в общем-то, выгружаем все это дерьмо. И это тоже давайте вот сюда. Отгоняем этого газона. Я, друзья, подумал, что я возьму в аренду тут прицеп к мазу. Потому что цемента нужно прям вообще дохренище здесь. Я его запарюсь покупать еще, наверное. И закидываем досочки. Сначала длинные. Первый поддончик пошел. Второй поддончик пошел. И третий поддончик. Давайте-ка тоже сюда ты тыщ. Пошел. Да, пошел. Отлично. Вот они, доски здесь приготовлены. Блин, мне нравятся вот эти вот анимации все. Прикольно. Все эти горы здесь появляются. И песок, и гравий, и все остальное. Соответственно, теперь короткие доски. Первый пошел. Второй давайте-ка тоже ты тыщ. Пошел. Интересно, можно ли как-нибудь взять два сразу? Ну, вообще, можно один на один поставить. Но это будет беда потом. Я их все равно не донесу. Я себя знаю. Так, 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 так. Тихо, тихо. Ух ты ж ежик. Че ты падаешь? Так, короткие доски. И давайте еще последний остался у нас. Раз. И последний. Есть. Так, длинные доски полностью. Короткие доски полностью. Здорово. Теперь цемент остался. Цемент это будет жестко. Давайте первый выгрузим. Раз уж мы его сюда привезли. Посыпался. Да, это сраных 2%. Эх, беда. Возвращаемся тогда мы в магазин. Я сюда пригнал нашего Маза. И давайте посмотрим на этот самый прицеп. Кстати, может быть у меня здесь подключен мод с тем прицепом, что у нас на свапе? А шиш там. Нифига не подключено. Жаль, жаль, жаль. Там-то просто он точно поддоны возил с автопогрузкой и все было норм. Этот видите только тюки. Про поддоны слова вообще ни одного нет. Ладно, берем его в аренду. 1400 он стоит. Посмотрим, как это работает. А вдруг, может быть поддоны есть. Но вроде как нету в этом прицепе ничего такого. Автоподбор, знаете ли, вещь очень полезная в этой игре. Так, он цепанулся. Это уже хорошо. А, да. Здесь есть только рабочее положение, транспортное положение. Рабочее, соответственно, подъем, транспортная выгрузка. Ну, точнее, транспортная, не выгрузка, а транспортировка. Хотя бы вот эту штуку можно отодвинуть. Это уже хорошо. Я не знаю, хватит ли ему мощей, чтобы это все дело перевести. 40 этих самых, 40 поддонов надо перевести. С цементом. Цемент падла тяжелый. Все мы об этом знаем. Но еще самое ужасное, это, конечно, его заказывать здесь. Потому что это время не уйдет на это, мне кажется, уйма. И не сбиться еще со счета. 38 осталось заказать. И время давайте, наверное, ставим на пятерочку. Чтобы оно быстрее производилось. Готово. Можно даже из меню не выходить, наверное. Создать два поддона. Купить. Давай еще покупаем. Готово. Вот так вот быстро оно теперь стало делаться. Еще создаем два поддона. И еще покупаем. Готово. Моментом сейчас это стало все работать. Еще два поддона создаем. И оно перерабатывается быстро, да? Оно должно быстро перерабатываться, да? Еще покупаем. И все. Поддоны больше не создаются. Время можно перемотку пока выключить. Так, десять. Десять. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть штук, да? Шесть штук. И еще один здесь. Седьмой. Сейчас это все надо погрузить на маза. Ах, беда. Чую, не довезем. Можно, конечно, по шесть штук возить. Но, блин, семь рейсов делать вообще никакого желания нету, ребята. Хотя, может быть, семь рейсов было бы быстрее, чем вот с этим вот париться дерьмом всем. И это не так-то просто, я вам скажу. Так, три есть. Это уже хорошо. Это меня радует. Так, давай, следующий. Пошел. Мне кажется, опрокину этот маз скоро. Я люблю опрокидывать. Что ж поделать. Не мы такие же, не такая. Я готов поспорить, он это даже не увезет. И у нас закончилась уборка первого поля. Но, пофигу. Все, второе поле мы ставить не будем уже сегодня. В следующей серии у нас будет уборка второго поля. Так, это есть. Давай последний. Седьмой получается. Так, и седьмой тоже есть. Вроде как я их даже тут аккуратненько так погрузил. Почти ровно. Второй ряд сюда не залезет, его придется ставить боком. Наверное. Типа вот так вот. Ща покажу. И то не знаю, не факт, что залезет. Но попробовать определенно стоит. Вот так вот. И вот так вот. В угол. Становится он сюда. Становится. Нормально. Даже борт почти закроется. Ах, напридумывал я себе тут работы. Так, все ребята. Кажись, этот прицеп я погрузил. На это ушло ту его куча времени. Я надеюсь, у нас борт закроется. Я надеюсь, масс потянет. И еще я надеюсь, что относительно ровно. Но почти ровно. Я надеюсь, что здесь, да. Ремни можно все это дело привязать. Ребята, кто не поставит лайк под этим видосом после того, что я сейчас здесь сделал, тот сосиска. Понятно? Можете посмотреть, вот сколько лайков стоит. И сколько просмотров. И посчитать, сколько вот сосисок посмотрело этот видосик. Теперь момент истины. Поедешь ты с этим говном или не поедешь? Но он едет. Он едет, ребята. Аллилуйя. Он едет. Главное его еще не перевернуть. Потому что он, мне кажется, может перевернуться. Особенно на правый бок. Там знатно так перевешивает. А я еще постараюсь посчитать, сколько здесь поддонов всего. Это меньше половины мы везем, мне кажется. Ладно, я не хочу считать сейчас. Мы посчитаем, когда выгрузим это все дело. Нет, пожалуйста, нет. Я же его почти спас и этот сраный столб. Я фиг его переверну сейчас. Вася сильный, конечно, но фиг он его перевернет. Беда. Так, друзья, мы вроде как добрались и даже без переключений. И сейчас я попробую просто заехать и с надеждой, что это все высыпется само туда. Чтобы не разгружать их вручную. Потому что я и так задолбался их таскать. И это не последние поддоны, которые пришлось таскать и сюда возить. Я надеюсь, что они сейчас попрыгают туда без проблем. Нет, они не прыгают туда без проблем. Если отцепить ремни, то все равно они туда не прыгают. Беда. Ну и ладно. Тогда останавливаем здесь и будем ручками их туда кидать. А шо поделось? Не мы такие, жизнь такая. Я бы не сказал, что это прям здесь удобно, все сделано. А задний борт можно опустить, а? Вот очень хочется опустить мне задний борт. Задний борт нет. Задний борт не опускается, да? Это левый. Как-то непонятно управление на геймпаде сделано, если честно. О, задний опускается, отлично. И левый с правым тоже. Вот это я люблю. Непонятно, как это сделано, это все. Ну ладно. Соответственно, сейчас будет намного проще это все дело сюда повыгружать. Можно прям вот так вот. А, нет, так не пойдет. Надо, чтобы они ровно стояли, да? Вот так вот. Раз, два. Все, отлично. Тогда выгружаем сюда все эти поддоны с цементом. Их нужно было целых 42 штуки. Сейчас мы посмотрим, сколько мы сюда их привезли. Потому что я не знаю, мне кажется. Не, ну штук 20, может, кстати, мы привезли. Потому что я прям очень долго все это делал. Эх, сколько обезьяней работы, по сути дела, да? Хотя, с другой стороны. Хотели же рпшечку, да? Вот вам рпшечка. Что-то курс плей как-то вообще не спасает здесь сегодня у нас. Так, это есть, это есть. Осталось 5 штук, да? Тихо, 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 не падай. Во. Что-то я неправильно посчитал, наверное. 5. Совсем уже крыша поехала у меня. Так, это есть, это есть. И последний. Я надеюсь, что мы хотя бы половину забили. Я просто даже боюсь установиться на этот триггер. Узнать правду, что называется. Хоп. 54% это даже больше, чем половина. Так, смотрите. 31 500 это была бы половина. 21 поддон. Еще плюс 2, 19. 19 нам осталось. Нам осталось 19 поддонов. И они все сюда должны влезть. Без проблем. Я очень на это надеюсь. Короче, друзья, мы встретимся уже в магазине. И чтобы вас не мучить, наверное. На этом, друзья, у нас походу все. Я очень надеюсь, что я не прогадал с количеством. И все правильно посчитал. А я мог прогадать. Я все-таки, ну вы знаете, иногда любитель такого дерьма. В общем-то, сейчас нам надо каким-то образом еще не перевернувшись доехать до стройки. И он даже не хочет разворачиваться нормально. Боже мой, что не так сегодня? Вот, нормально. Ладно, друзья, встретимся на стройке. Потому что чую это надолго. Давайте борт немножко еще приподнимем, чтобы он не мешал самому Мазу. Встретимся, друзья, на стройке. И вот мы и приехали. Довольно быстро, кстати, это случилось. Открываем все борта, которые только можно открыть. Как это делается? Да, неудобное управление на геймпаде у этого прицепа, я вам сразу говорю. Глушим двигатель. Отцепляем ремни. И, блин, наверное, надо было задом сюда заезжать. Ну ладно уже. В общем-то, давайте это все дело высыпать сюда. Каким-нибудь образом. Опять эти поддоны. Все, мне этот цемент будет сниться в страшных снах. Это я вам гарантирую. Боже мой, пол первого ночи, чем я занимаюсь, а? Мне этот цемент уже надоел. Как можно было сюда вот в поддонах? Так мало, не знаю, так много точнее. Его покупать неудобно. Хоть бы покупался в большом количестве тогда. Очень много лишних телодвижений. Приходилось покупать по 3000 литров. Это очень, очень, очень неправильно, мне кажется. Да, я понимаю, что я сейчас ною. Вообще, я не должен ныть. Но иногда же можно. И несу какую-то ахинею. Но это вообще моя работа, нести ахинею. Наверное. Я не знаю. Ненавижу я цемент. Да, именно так все и происходит. Я его ненавижу с каждым поддоном все сильнее и сильнее. А вообще, за эти анимации автору карты надо отдать должное. То есть, то, что появляется вот этот цементик, все это красиво так. Если бы вообще вся карта работала как надо, вообще цены бы ей не было. Ну или, по крайней мере, она была бы такая, какая она сейчас есть. Потому что такая, какая она сейчас есть, она столько не стоит. Так, последний, да? Больше у нас нету. Блин, если сейчас не хватит, это будет просто фейл. Я посчитал правильно, я молодец, можно вдохнуть спокойно. Осталось сюда привезти работников. Маза отсюда мы убираем подальше, потому что сейчас стройка скоро закипит. Кстати, газонов, наверное, стоило бы убрать. Да, подальше это все надо убрать. Газонов тоже сейчас задвинем. Пожалуй, наверное, даже просто их возьмем и вот так вот перетянем. Потому что, ну, впадло его заводить. Убрать его отсюда стопудово надо. Ну и последний компонент, друзья. Последний компонент для того, чтобы запустить стройку, это рабочие. Их нужно сюда 10 штук. И вроде как этого мало будет. То есть это все дело будет делаться 3 смены. То есть полтора дня. К концу сезона мы, в общем-то, плотина у нас будет достроена. Главное сейчас это все дело запустить, высыпать. Так, только не сюда, не в первый триггер. Нам надо вот во второй. Э, дружище. Так можно и рабочих потерять, кстати. Прикиньте, сейчас не сработает. Ладно, если что, я в сейве. Давайте сохранимся на всякий случай сейчас. Что-то я вообще, мне очково так. Ну-ка, давай-ка пару раз. Ну, давайте высыпем сюда, куда он видит это все дело. Да, стройка пошла. Работник заполняется куда надо. Аллилуйя. Такс. Отгоняем сюда. Точнее, отсюда. Этого газона. И погнали посмотрим, что там вообще происходит. В общем-то, какие-то ребятишки с инструментами развлекаются. Экскаваторы сюда никакого, ничего не сделали. Плотина эта выключена, это остановлено. Автостарт включен. А, это первая. А вторая выключена. Начать. Все, начинаем. Надо было еще кнопку нажать. И тут все зашуршало. Что-то начали пилить доски. 4147 литров в час. Всего 250 тысяч литров. 36 часов, да? Нет? Я неправильно посчитал. Я не умею считать на ходу. Но будем считать, что 36 часов. Короче, все шуршит. Ребята что-то делают. На другой стороне тоже есть какие-то ребята. Здесь у нас походу вода, кстати. Именно вода. И звук соседа с перфоратором. Так, а как отсюда, мать его, выбраться, расскажите мне. Что мне подсказывает, что никак. Я дальше не могу передвинуться. Я хочу на тот берег. Как мне выбраться отсюда? О, выбрался, аллилуйя. Тут, короче, тоже чуваки что-то делают, что-то копают. Тут появилась анимация уже дамбы. Почему-то не в той последовательности. Вот этот чувак здесь филонит явно. Тут он все трудится. Здорово, 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 здорово. Ну, к концу сезона, друзья, эта стройка будет завершена. Это у нас какая? Седьмая серия? Восьмая? В девятой? В девятой серии? А не, в девятой мы еще ничего не увидим. В девятой мы последних рабочих завезем. В десятой серии как раз у нас в конце сезона и будет построена эта сраная дамба. Блин, много времени занял этот сраный цемент. Я аж, не знаю, аж устал. Ну, в общем, ладно. Друзья, в общем-то, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте про комменты. Если не подписаны, то подписывайтесь. Еще раз напоминаю, кто не поставил лайк, тот сосиска. Можете в комментах написать, сколько сосисок на данный момент вы насчитали. Для тех, кто не знает, как считать, количество просмотров минус количество лайков. Хе-хе, так это работает. И вас тогда съест какой-нибудь кот, потому что коты любят сосиски. На этом, друзья, у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилой. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok